всем приветики 1 сентября лето пролетело просто со свистом вот собираюсь на работу кстати когда я мыла окно вчера что ли гляньте уже все своими хвостами все замарали эти гульки вот собираюсь на работу посмотрела когда нам слизко делать прививку нам прививку надо сделать до 2 сентября включительно то есть завтра последний день но до завтра мы тянуть не будем у нас повторная прививка и поеду я сегодня с ней после работы алиса какая сегодня погода сейчас в мурманске плюс 4 пасмурно дождь начнется через три часа и закончится ночью днем до 9 а вечером плюс 7 ожидается ли не все погода прям осенние осенние надо что-то потеплее сегодня одевать ну что алиса не обманула дождь идет причем сильный ну че лиса покушаем потом поедем на прививку или съездим на прививку потом покушаем ты скучала моя девочка ты скучала моя холос я даже не знаю как лучше в принципе она ела и сухой корм ела и влажный весела уж не надо на прививку или надо чуть-чуть дать погрызи сухой кормом поедем лиса лисонька лисонька ну посмотри сюда посмотри вот она я скажи вот она я еду на прививку как настоящая киска лиска скажи в тюрьму ленка посадила тут болтаешь езжай побыстрее чтобы скорее вернуться домой да девочка моя завтра наверное буду забирать дуняшку в гости и посмотрим может быть возьмем собаку барабаку ты не против как-то не забыла собачей собакевича все спряталась ладно поехали мы с лиской дома сейчас должна закатать баклажаны сварить супчик у меня бульон готов супчик будет с икорскими шампиньонами вот это он заморожены у меня вот это банки катала вчера и сейчас унесу в комнату подпишу и сейчас простерилизую закатаю то что здесь за ровнее как все прошло все прошло хорошо единственное опять долго мы так долго ждали больше часа лиса сидела спокойно она ехала мяучила и обратно ехала мяучила и туда обратно понемножку потихоньку там же она как воды в рот набрала ни разу не пикнула там было много собак и она сидела наблюдала за этими собаками она наблюдала за собаками собаки наблюдали за ней но она запомнила что ей в этом кабинете делали больно потому что когда до этого лиса умывается ладно когда до этого мы делали прививку она так приветливо приветливо залезла по мне лазила то есть она даже не испугалась сейчас я удивилась она стала выкручиваться вырываться то То есть она испугалась. И врач сказала, что она помнит. И она помнит, что ей здесь делали больно. Да, Лисундряк, мы теперь прорвитые. Мы теперь прорвитые. Вот. И, а, сейчас покажу собачек, с которыми она в гляделке смотрелась. Да, играла в гляделке собачки на нее. А она на собачек. Там нельзя делать видеосъемку. Поэтому я не снимала. А для Дуняшки отправляла фоточки, что мы в ветклинике животных. Вот она, Лиса. Гляньте, как смотрит. Что там за псы такие? Вот, гляньте, как внимательно. Ни разу не зашипела, не психанула. Потом зашла туда подальше. Собак разобрали по врачам. Легла, лежит себе спокойно. Так, вот с этой вот собачкой она больше всего играла в гляделки. А собака так интересно смотрит с подлоба. Такой взгляд вообще. Вот еще собачка на всех тявкала. Тоже с Лиской играла в гляделки. Вот она. Я не знаю, плохо видно. Но я не могу этот взгляд такой... Гляньте, видно глаз, да? Смотрит на кошку. Скажет, кто ты там такая? Так что вот, все, посетили ветклинику. Сейчас жду Ольчика. Алло, девушка, вы куда? Вы куда? Скоро должна ко мне зайти. Я там кое-что ей на флешку скинула. Она должна флешку забрать. У нее сегодня выходной. Она по ленте там шарахается. Хочет тесто купить. Хочет пиццу сделать, наверное. Наверное, если тесто купить. Может, вечером уже не будет тесто. А может, и будет. А я и не знаю. Ля-ля-ля-ля. Я так люблю эту кошку. Я так ее люблю, что прям... Ну, невыносимо, как я ее люблю. Любовь-то моя морковь. Закрутила банки. Лиса наблюдала. Закрыла полотенцем. Вот. Сварила супчик. Уже доваривается. Пробую на соль. Вот. И такой вкусный суп. Посмотрите, какие грибочки. Это все грибочки. Там есть и потрашки куриные. Тоже, кстати. Это слисок Воронежская область. Поэтому супец у меня обалдебенный. Да, морковка и помидорки. Это с краснополья. С краснополья. И петрушечка наша мурманская. Свеженькая. Хотя мне еще много замороженной. Тоже привозили с отпуска. Но пока будем есть свежую. Че моя морковь еще? Моя любовь морковь такая. Че моя хорошая кошка? Что там такое? Кто тебя отвлек? Давай, давай, давай. Лови. Окно запотело. Но я приоткрыла. Холодно закрыла. Думаю, пускай будут запотевшие. Обещали сегодня, 1 сентября, дать отопление. И фиг вам. Народная индийская изба. Отопление не дали. Будем ждать завтра. Будем ждать завтра. Болтала с Дуняшкой. Все. 1 сентября прошло нормально. Учительница. Ей новая классная руководительница понравилась. Будут ей ходить по кабинетам. По кабинетам. Информатика у них будет. Еще новые там предметы. Ну че ж. Взрослеет, девчонка. Взрослеет. И ты взрослеешь. Да, котенка моя. Моя ты кыса. Моглиса. Ти-ти-ти-ти. Дунька, аляньте, какую картинку сделала. Но это не мозаика. Вот это вот мозаика. А это что-то вот она красками тыкала. И так она увлеклась. Она так быстро сделала эту картинку. Лиса не трогать цветок. Не трогать цветок. Не-не. Ну вот. И пишет мне. Не жди завтра. Я померла. Ну красиво. Я правда не пойму, что там такое. Честно говоря. Что там. Или просто так абстракция какая-то. Ну вот листочки. Может жар птица какая-то. Ну красиво. И Наташа, которая делала вот эти вот картинки. Вот эти вот. С Мурманска. Пишет мне сообщение. Сейчас. Откроется. Телефон уже подвисает. Скоро наверное хана будет ему. Пишет. У нас дали отопление. У них дали. А у нас не дали. Хотя район один и тот же. Не трогай мой чай. Не трогай мою заварку. Лиса. Тем более там же рот сыпела. Папой туда надо убирать. Лиська. Скоро все тебе прятать придется. Все что можно. Сейчас пересыплю в банку. Раз ты такая вот. Вот такая вот. Сякая. Сбежала из дворца. Такая сякая. Расстроила отца. Дунька за тобой так скучает. Так скучает. Да. Каждый день требует фото с Лисой. Вот эту фото. Это видео коротенькие снимаю. Сбрасываю. Кошку вот эту вот. Кошку вот эту вот. Сбрасываю Дуньке. Любимую кошку. Ну что, Лиска умная. Лиска, ты умная кошка, да? Отопления нет? Она села на тепленькие баночки. Ей хорошо. Ей хорошо, ей отлично. А я обогреватель включила. Сегодня будем спать с обогревателем. Потому что холена. Потому что вообще холена. Может завтра и включат это дурацкое отопление. А сегодня будем, говорится, обогреватель. Подарок. Так ты будешь кофе печалию, не будешь? Нет, я только вот от стола, правда, пойду. Я что-то сегодня вообще непонятное состояние какое-то. Нет, ничего не болит, ничего. Садись, смотри у меня новая кухня. Дивана нету? Нет. А, а я... Я хотела попросить фотку, я так и думала, сама увижу. Так, подожди, это стуль я заказала новую. Да, вот два стула. Ты вписывайся в интерьер. Со своей кофточкой. Так, кошонок, ты меня приняла или что? Да, натягла. Только аллергия к тебе не пошла. Ну, я когда к кавалерке заходила, у него была пушистая, пушистая кошара. Я тут же задохнулась. Вот она не персидские какие-то, а вот волоса. Она царапорка, нет? Не будет, но это не будет. Она меня может поцарапать, когда все ходят, когда не есть хочет. Я такой же человек, я такой прям очень хороший. Ты мне скажи, как со свиньями я их-то не кормила. Их удовлетворишь раз в день-то ешь? Ну, куда деваться, просто по гостям сухого хлопа. И что они жарут? Ну, вот раз в день сочку я им даю. Просто я закуплю всего, в холодильник положу там. Но вы же не уедете на месяц? Нет, не на 10. По куску, допустим, кабачка. Я тебе просто покажу примерно. А в сухой живут? Нет, нет. Вот у меня их. Ну, допустим, сейчас тебе покажу. Вот у них у меня еда. Я беру вот так вот. Подожди, а кабачки же в ноябре, тогда ты думаешь, будут кабачки. Ну, ну что-то будет. Ну, не кабачки, тыква будет. Я, допустим, по куску кабачка, потом сельдерея, по куску яблочко, потом зелёнки, потом ещё чего-то. То есть зелёнки. Огурчики у них. Ну, как бы, и вот такая тарелочка получается. Ну, на именовании 5-6. Сырная тарелочка. Да, на именовании 5-6 у них это, еды. Ну, а какашки убирать как, что там? Там, это, веничка. Кокошин сок. Кокошин сок. Соб, зайди, станет писью. Только, может быть, один раз придётся, я тебе потом покажу, как коврик поднять и вот это вот убрать тоже совочком мокрый наполнитель под ковриком и насыпать новые. Там гранулы вот эти, дверестные, чтобы все только аллергии на них не было. Есть намордник из перчатки, все кто пошёл? Ну, ничего, до 10 дней ничего не случится с ними. Просто побольше сухого корма сыпать. Ну, и они будут жевать, жевать, жевать. И побольше сен надо накидать. Пусть кидает, то есть раскидают, то есть топчутся по нему. И они так полежат, погрешут. Отопление, не дали вам отопление? Нам дали позав... Вчера дали. Я пришла от родителей, вчера тепло. Ну, я чисто, да, ванну случайно дотрагиваюсь до батареи, тепло. Я говорю, да что, я не идиоты, что ли, обещаешь первого часа, а тут на тебе вчера совок. Слушай, вам дали ещё первого... К матери сегодня дали, говорили. А у нас холод, да я включила обогреватель в комнате. Видишь, я не снимаю даже это, это хорошо. Ты просто с улицы писала, что ты не чувствуешь, а так холодно в квартире. А что это интересно, дома-то рядом? Не знаю. Нас не любят. Ну, и завтра я хочу. Лучше бы нам дали позавлю. Да, я не люблю. Я и не хотела. Нет, оно душно, и просто у меня и кашель начнётся осматическим, и меня вот это бесит. Душно и сухо, сухой воздух. Стё, стё, мое зябло. Подкрывайся за кошки, и это, всё-таки влазный воздух с улицы заходи. Нет, когда с Ярковым жила, Танька родилась, у нас была, но она чокнутая была. Норвежская лесная, там много у неё цветов. Цветная кошка, но вообще нет, мере всего. А потом, помню, окно у нас открыто. Лето, что ли, было, или осень. Вот, Настеж, окно открыто было. И Вован. А, мы её шишкой. Я что-то взяла её шишкой прозвала. Не знаю, ещё шишка, да и шишка. Вот. Окно открыто, Настеж. Она тут по подоконнику, что ли, ходит. И Вовка такой, шишка, шишка. Она фига как из пятого этажа сиганула. А потом у неё вообще башка какая-то ехала. Ну, стенка эта Советского Союза была, да, здесь стенка. И тут диван у нас. Ну, и свекруха сидит, смотрим на стенку, что кошка вот готовится прыгнуть. И на свекруху вот так вот. И вот они её потом куда-то отдали. Ну, Вован сказал, на корабль, что ли, кому-то не знаю, почему. Сборился. Слушай, ну, я знаю, что у нас раньше многие на корабле котов отдавали. Вот. И Танька, когда Танька родилась, я вхожу в комнату, и это на дне вот так вот коршуном стоит. А я говорю, я боюсь, она сама дикой какая-то долбанутая. Я говорю, неизвестно, что, чего ожидать. Шишка. Она с такой названием. Ну, да, шишка. Она куда-то туда пошла. А, вот. Она из-за угла охотит один холстерчик. Кто за кем охотится, ещё непонятно. Оля поползла. Она под настроение. Она, наверное, добегает, она не будет. Под настроение. Где Оля? Где Оля? Вон она, Воля. О, ты на свае. На. Чокнутые. Скажи, чокнутые. Чокнутые. Ой. Утомил-то мне, девка, я же смотрелся. Ох, лена себе. О, она зая. А ты, когда её брала маленькую, уже было видно, что она у неё красивая расцветка-то? Она же, когда родилась, их было четверо, а тётя Клава хотела их всех четверых утопить. И они же топят. И да, было два серых, один был чёрно-белый, и один вот этот тут, три цвета, она прям маленькая такая, трёхцветная. И я прям металась между чёрно-белой, и это, я говорю, тётя Клава, оставьте, я думала сначала ей, чтобы она себе, переставьте. Вот, и она, от какого? И от того-то, вот того, и выставляйте вот этого. И потом, буквально через пару дней, я, это, Коля мне дал добро на котёнка на этого. А вот, видишь, я с ним таскаюсь, я добавил, это, мне котёнка, да? Тогда мне отдам, я тут заплакала, что в комнату они приходят, несут мне котёнка, я забираю котёнку. Только не плачет. Носок надо, да? Она не кусает, но и щекотно. Савианна, может быть, заиграться, ну, так, это, и больниненько, цапно. Так я её тоже укушу. Я тебя тоже укушу, думаешь, нет? Укушим, а потом тебе. Она, наверное, надо разыграться, забывать всё-таки аккуратно. Всё-таки так, это, не одна, да, вот, и... Просыпайся, она с тобой ходит, вот, что-то, это, с виниками, динайс. Ну, как же, свинька, форму завести. Они вместе кормим, всё вместе кормим, всё вместе делаем. Умываемся вместе, она в ванной там со мной сидит. Всё вместе делаем. И писаем вместе. В туалет нужно не пускать. А она в унитаз у меня раз, недели две назад, туалетку закрывают, тут же интересно, она пробралась. Слышу, буль, 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 буль. И там выходит, с лапой мокрой, прыгнула на унитаз и провалилась. Господи. Да, но замочила только лапы, хвост, я её вытирал. Хорошо там вода чистая, унитаз. Что ты, если бы ты в какачках была бы? А? А, надо бывает, я вылью что-нибудь там, ну, или остатки борща. А, и она с лапшой такая, с капустой выходит. Я на что-то там в Индии, чего такого не было. Чуть-то, ну, и что-то там банки, говорят. Она в посылке. Ну, там банки посылают. Это вот, кшиншиламбуш ей нравится. Там же внизу решётка, вот эта, сбоку. И они через решётку с Хайкой общаются, нос к носу туда. И вот через решётку эта лапает, а тут же с ней что-то там, чего-нибудь там общается. Долго может сидеть, вот сесть там, там, сено у меня это, для пилки не было ничего. Вот она сядет, и прям нос к носу там они сидят. Я знаю, что шиншилы дружат с кошками. У меня и видео раньше смотрела. И носятся, и бегают, и прыгают, и играют. Вот, я не знаю, может, потом как-то я выпущу их посмотреть. Будут они носиться. Иди. А, интересно. Ой, надо бежать уже. Так, флешку главное не забудь. Флешку не забудь. За пряник, спасибо, у тебя пряник классный. Я-то его ещё не пробовала. Нет, я вижу, я уже чувствую. Он мне захотел, думаю, глянь, надо хотя бы попробовать. Я-то думала, куплю и поставлю его, пусть до красоты стоит. Ну и что стоять. А он свеженький, думаю. Мне понравилось, приятно. Да, с одной стороны есть жалко, а с другой стороны приятно есть. Кошка-лиска, вот такие наши вечерние посиделки втроём, да? Оля-Лена и кошка. Наши вечерние посиделки. Сейчас покажу пряник, который Оля мне подарила. Такой классный пряник. Вот, гляньте, с первым сентября он прям чувствуется мягенький. Так красиво оформлено, вообще здорово. И идея для подарка, вкусная открытка. Но я его съем. Я его съем, я не буду выберечь долго. Дуняшка у меня не очень пряники, по-моему, любит. Ну, можно с ней поделиться. Завтра я спрошу, предложу, если она будет, то с Дуняхой поделюсь пряником. Да? Лиска-киска полезла куда-то. Ладно, всё, буду заканчивать видео. Долго мы болтали, долго мы сидели. Время уже почти 10. А, забыла вам всё показать. Забыла показать зайку. Вот он мой зайка. Это та игрушка, которую я вязала и которую я обещала вам показать, но так и не показала. Сейчас я одену на него шарфик и будет уже законченная композиция. Ну, всё. Вот эта зайка, подружайка серенькой зайки. И я, как хотела его назвать, это солнечный зайчик. Гляньте, какая расцветка. Гляньте, какой он красивый. Гляньте, какой он солнечный. Кто-то мог подумать, что это цыпленок, утенок. Кто угодно мог быть такого цвета. Но я не думаю, что кто-то подумал, что я вяжу зайку. Потому что зайчиков таких цветов не бывает. А мой зайчик солнечный. Поэтому он такого цвета. Это вот предыдущий зайка. Вот такой вот. Вот такие два зайца хорошие. И такие хорошие, и такие плегожие. Так они мне нравятся. Я уже говорила, вот это сложно всё вязать. Вот эту морду вывязывать сложно. Так, кстати, ручки у нас гнутся. Ручки гнутся. Надо будет солнечному зайку тоже зайчику строить фотосессию. Или даже вдвоём лучше, да? Вдвоём веселее фотосессию проводить. Ладно, буду видео заканчивать. Всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео. И, конечно же, до новых видео.